Добрый день уважаемые жители города Екатеринбурга. Я Коткин Александр Васильевич, кандидат в градоначальнике города Екатеринбурга. И у меня есть своя программа, которую я хотел бы вам озвучить. И каждый пункт программы, а их именно 16, мы будем переходить по развитию. Значит, программа называется город Екатеринбург. Это я. Это про каждого из нас. Значит, наш уважаемый лидер Владимир Владимирович Путин, значит, придумал и поставил цели для нашего государства до 2030 года. А именно сохранение населения, развитие, возможность самореализации, комфортная, безопасная среда жизни, а также развитие предпринимательства и цифровая трансформация. Далее, краткая биография о себе. Значит, я родился в ноябре 1987 года, женат, у меня двое дочерей. Значит, имею высшее образование, три высших образования, в том числе государственное и муниципальное управление. Также я основной работаю, работаю начальником управления на ПАО «Уралмашзавод» и по совместительству занимаюсь общественной деятельностью исполнительным секретарем Верхсердского отделения «Единая партия России». Имея определенные... Значит, переходим к программе. Значит, первый пункт программы – мы создаем город, центр международного рыночной системы, создаем свободную зону экономическую, открываем офисы мировых компаний. Компании, вы видите, Екатеринбург именно должен стать мировым центром, эталонным городом для данных компаний, и они будут нас в том числе развивать. Соответственно, исходя из этого, мы становимся конкурентными со всем миром. Далее Екатеринбург становится мировой столицей глобализма, то есть мы развиваемся социально, культурно, процветаем в плане богатства. Значит, далее у нас есть все для того, чтобы совершить киберпрорыв мировой, а именно наши институты, наши студенты, наши грамотные, умнейшие ученые. Далее мы идем в управление дисциплинированное и информационная открытость. В чем они заключаются? Значит, мы берем нашу администрацию, и все люди начинают работать согласно эффективного управления. И для этого нам необходимо быть открытыми перед вами, перед населением, перед жителями, чтобы все жители знали, что мы делаем, зачем делаем, и куда мы движемся. Далее мы становимся и являемся демократическим городом мира, что очень важно на текущий момент. Мы будем именно эталоном, мы покажем, что население, наши жители влияют на развитие города, и их мнением считаются администрация. Далее мы переходим к международным проектам. То есть у нас развиваются корпорации. Наша научная деятельность перевращается в все свои разработки в капитал. Соответственно, мы распространяем это все по всему миру и развиваем крупнейшее машиностроение, производство научной идеи по развитию, процветанию общества нашего. Далее мы обязательно должны государственно-частное партнерство, потому что государство является основоположником нашей безопасности и гарантом нашей безопасности. Поэтому все проекты должны быть совместно с государством проводиться и с частными руками. Создаем международный хаб. У нас есть аэропорт, у нас есть ЖД пути, у нас есть центр. Мы находимся в центре Европы и Азии. Все логистика вся должна проходить через наш город. Далее мы идем и создаем город Екатеринбург как мегаагломерацию с населением не менее чем 15 миллионов человек. А именно чем эти люди будут заниматься? Они будут работать, создавать новые точки развития, производства. Далее мы создаем, исходя из всех остальных пунктов, социальный центр свободного мира, город социального счастья, богатства, праведливое распределение ресурсов. Далее мы входим в мировой альянс открытых обществ. Это все города, самые супер развитые города и мы в честь их лидерства. Далее мы переходим на новую индустриализацию. То есть мы делаем что? Развиваем нашу промышленность текущую, модернизируем производство, создаем новые рабочие места, строим новые цеха, новые заводы. Далее мы входим в сеть городов без ограничений. То есть мы торгуем как центр глобализации, мы торгуем со всеми, делимся нашей культурой, религией, нашими промышленными идеями, нашим научным прорывом. Идем после всего, совершаем инфраструктурный прорыв, инновационный. То есть используя все наши знания цифровизации, новые роботизации, мы включаем это всю нашу инфраструктуру, меняем, очищаем и показываем всему миру, как может город быть эталонным. Но самое главное, последний пункт моей программы, это цветущая молодежь. Мы должны заботиться о молодежи, чтобы будущее, о котором я озвучил, оно работало, чтобы вот эти ребята и девчата в будущем могли создавать новые идеи, новый научный прорыв, строили новые предприятия, заводы. А для этого нам сегодня необходимо вкладываться, а именно создавать бесплатные кружки, клубы по интересам. Мы должны заниматься молодежью, иначе они потеряются. Спасибо большое за внимание. Я очень рад, что мне удалось вам рассказать и показать свою программу. Но хочу еще раз сказать, я готов как мэр взять в себя ответственность и выполнить данную программу. Но данную программу мы можем выполнить вместе с сильным лидером Алексеем Валерьевичем Орловым. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.